8 августа в администрации города прошла торжественная церемония вступления в должность главы Азбестовского городского округа. На столь значимое для Азбеста событие в город прибыли представители аппарата губернатора Свердловской области, законодательного собрания, южного управленческого округа, депутаты Азбестовской городской думы, руководители предприятий, учреждений, организаций, представители общественных организаций, средств массовой информации. Председатель городской думы Сергей Ларионов огласил решение думы об избрании главы города Натальи Робертовны Тихоновой. В соответствии с уставом Азбестовского городского округа, днем вступления главы городского округа в должность считается день публичного принятия им присяги. Уважаемая Наталья Робертовна, просим вас пройти за трибуну и произнести слова присяги. Я, Тихонова Наталья Робертовна, вступая в должность главы Азбестовского городского округа, Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Азбестовского городского округа. Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области, директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев, передал слова поздравления от имени губернатора Свердловской области и сказал, что Азбесту повезло с выбором главы. И, конечно, Азбесту повезло с этим главой. С одной стороны, можно сказать, что, в общем-то, ангелов не бывает и идеальных глав, наверное, тоже нет. Но вот, чтобы человек действительно тянул эту очень сложную лямку, еще раз повторяю, очень сложный баланс выстраивал в взаимоотношении с людьми, вот тут, конечно, у Натальи Робертны все получается. И я знаю, насколько это тяжелая лямка. Выходных нет, отпусков нет. То есть она несет ответственность за все, что происходит на территории муниципалитета 24 часа в сутки. Где-то что-то прорвалось, случилось ЧП, что-то не получается. Глава, в первую очередь, отвечает и перед населением, и перед властью, вышестоящей за все. Это чисто психологически очень тяжело. И далеко не каждый выдержит вот этот напряженный график. Поэтому, конечно, Наталья Робертна, спасибо, во-первых, за те пять лет, которые вы отработали. И мы сделаем все, чтобы вы почувствовали в нас своего помощника. Мы будем помогать, безусловно, как и раньше, в выполнении вашей сложной работы, прекрасно понимая, как много лежит на ваших плечах, на ваших крупких женских плечах. Спасибо вам большое и очень надеюсь, что у нас все получится в следующие пять лет. И мы через пять лет будем вам говорить только самые теплые слова благодарности за ваш труд. Со словами поздравления в адрес Натальи Тихоновой обратился исполнительный директор фонда губернаторских программ, почетный житель города Азбеста Юрий Пинаев. Вот я сегодня проехал специально в Азбесту, и у меня бальзам на душу, что город Азбест не хуже стал в нашей бытности, а лучше стал. Это вот благодаря тому, что здесь на месте находится руководитель предприятия, то есть руководитель города, который сумел организовать и объединить те усилия, которые сегодня пока есть возможность вам быть. Наталья Руберна, я искренне вас просто хочу поздравить, потому что Вадим Владимирович правильно сказал, что ноша БВ – это ноша достаточно непростая. И тот глава, который сумел сориентироваться правильно, который опирается на ту общественность, на те возможности в городе, которые предоставлены, который умеет выстроить свои взаимоотношения, результат очевиден, который мы сегодня с вами видим в городе. Поэтому я искренне хочу вам пожелать, пожелать остаться еще долго на этом посту и приумножать те добрые традиции, которые у нас были в городе Азбесте, установлены и продолжаются. Азбестовцев я хочу поздравить с избранием снова Натальи Руберна, главой. Еще много было цветов, поздравлений, пожеланий и напутствий от Законодательного собрания, депутатов Думы Азбестовского городского округа, промышленных предприятий ПАО «Урал-Азбест» и «Урал-Ати», от глав соседних муниципальных образований, представителей общественных организаций и представителей духовенства. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и наделяется уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В завершении мероприятия со словами благодарности к Азбестовцам и всем присутствующим на торжественной церемонии обратилась глава городского округа Наталья Тихонова. Дорогие уважаемые Азбестовцы, дорогие уважаемые гости, наше будущее поколение ветеранов, сегодня очень много добрых и хороших слов я услышала от вас на путстве и пожеланиях, но понимаю, что достаточно сложный, в том числе и сложный выбор был сделан мной. Да, 12 лет муниципальной службы, 7 лет управления городом и уже уходим в 8-й год. Есть сказать о многом, но мне бы хотелось сказать об одном. Всех нас объединяет любовь к нашему родному городу Азбест. Наш город Азбест велик своими традициями. Сегодня мы видим, как он меняется и знаем, что будущее у нашего города самое лучшее и самое прекрасное. Поэтому всех я благодарю за то, что вы сегодня разделили со мной волнение вот такой серьезной процедуры, как торжественная инаугурация. Большое спасибо. И я очень надеюсь, что я вас не подведу. Юрий Чиликин, Андрей Осипов. Новости АТВ.